номер 527 события дня евангелие от луки 1631 а если бы кто из мертвых воскрес не поверит за 22 мая 2017 года какие у нас были события но события какие были вчера сергеем пупковым долго по городу ездили провез меня получить деньги мне с испании там одна получила книги ирма никогда их не видел видно что люди хорошие и прислали 20 тысяч ну куда надо там помогите то другое то мы поехали потом уже после купили 2 как называя даже не знаю как правильно назвать там две даже 4 есть конфорки называли подогревать можно и шкаф ровно 20 тысяч получилось там не добрали на 100 рублей из-за это сняли ролик и он на нашем теперь сайте и моем мире есть если у меня путь мой будет через испании там название такое то посмотрите как в магазине покупаем и и все горит нельзя в магазине снимать еще подобного все я сказал даже не спрашивал никакого разрешения и всей и грузчики как выносят и как я деньги даю и все это посылаем и теперь там могут смотреть и в испании посмотрят вот то есть мы даем отсчет за то что нам люди помогают где-то еще надо холодильники купить тоже большие это деньги может кто-то и даст мы то даем полный отсчет и стиральные хорошую машину надо купить но это деньги еще больше нужно но у кого-то есть могут прислать дать для не нам даете детям и богу нам не грамма ни копейки не одна я говорю перед богом за всю жизнь ни одна копейка мне в рот не попала даже в америке был ездил меня мороженое не могли скормить ни разу в дороге ездили наши братья покупали ели я никогда в рот не брал даже это моя жизнь не то чтобы хвалишься чё хвалить я дышать что-то сразу сбулькала и ничего нету это видно пытается еще нас выйти неужели еще и видно будет вообще удивительно вот так всегда делайте кто-то муховщих руках неоднократно пробивайтесь вот мы за разговаривать сергеем козлом это до половины бы слышно звук исчез я говорю ты мне там наложи на тонн кто меня тоже не записалась он деревне сейчас в деревне это попутно сказать но это у нас событие за вчерашний день за 22 главное событие что у нас было необычное сергеем пупком вот он ведет как раз здесь эту собирает нас вместе то и мы его меня на возил на машине мы получили поехали в банк деньги тут с испании прислали 20 тысяч и стратили их но и после этого сразу по разным редакциям далее объявления о нашем лагере станет объявление но какое объявление сейчас я могу даже наверно посчитать вот объявление такого содержания желающие воспитать детей вере христовой православной можете позвонить по телефонам в город барнаул триста восемьдесят пять два это и код и мой телефон не мой телефон а двадцать четыре тридцать восемь сорок шесть или шестьдесят два восемьдесят один тридцать семь или по мобильным телефонам тут показать я не могу потому что я один восемь девятьсот шестьдесят три я побыл по одной буквы пять семь пять два пять семь девять пащенко владимир александрович или такое восемь девятьсот шестьдесят один девять восемь четыре восемь один четыре шесть восемь один пять два четыре один пять колесников никита андреевич ну и мой телефон восемь девятьсот шестьдесят один два три ноль семь ноль шесть ноль я как создатели сорок пять лет потрудившийся начальником лагеря стана за сорок пять лет не получили от государства никакой помощи за эти сорок пять лет не потеряли ни одного ребенка не повредили не было отравления пищи и других бед и все это по милости всемогущего бога нашего иисуса христа наше местонахождение в 150 километрах от барнаула алтайский край мамонтовский район поселок потеряевка на нашем видеоканале вострете библии открытым оком около четырех двадцати семи видеороликов о нашем православном детском трудовом лагере стане в честь священномученика ипископа климента анкирского умершего 312 году их перечень можете получить в этом видеоролике видеоролик так называется объявление о том где полезнее всего для вечности быть ребенку летом то есть ролик называется объявление о том где полезнее всего для вечности быть ребенку летом за 18 мая 2017 года вот этот ролик можно найти и там все данные есть но на нашем наш youtube называется во свете библии открытым оком игнатий лапкин даже два слова любые зарядите в ютубе и сразу сюда вынесет и от купили мы 20 тысяч прислали с испании нам они зимой выписали все мои книги все 38 книг больше книг у меня уже полный комплект не получается но это ну просто речащий случай что пришлось и приложить те которые отдельными экземплярами остались в испании а она католичка были были с мужем он видимо испанец она литовка из литвы и видно уже совсем православные стали вот и книги они получили два месяца шли книги ровно два месяца туда послал а теперь вот они не просил у них ничего сами прислали теперь мы дали отчет вот вчера поставили этот ролик там про испанию про магазин и сергей возил все на машине своей ну просто удивительно как а потом сдали вот эти объявления в разные редакции чтобы может кто-то напечатает где-то значит как у нас детей то нет ни одного ребенка каждый год начинаем с нуля попробуй трудиться а у них то по назначению по школам и нас нигде не допускают и как объявить их да никак а потом это все покупали в магазине как было потом поехали в больницу к священнику которого напали битами были сергей пупков ты меня слышишь нет хоть одно слово скажи так но ты если будешь узнавать чего-то к избитому священнику-то дионисию это ты меня пожалуйста возьми с собой и материала там да если можно если можно ну ладно тогда нет и тогда узнавать дальше хотя бы узнавать а мы пришли больницу там доступа нету хоть живой бы остался он приезжал потеряевку это не он тут считается руководитель миссионерского отдела ну вот молодой совсем батюшка то ну помоги господи тут еще уже не скажешь хулиганы но это мимо не пройдет для них чтобы бог их обратил вот юрий соболев пишет номер два америка евреи тора антихрист деяние 426 собрались вместе на христа его это ролик наш называется блестящая беседа игнатий тихонович слава христу да учиться и учиться у вас благовествовать истина нужно не выпускать священное писание из рук дабы так и все три три буквы с большой буквы вести беседу 1 тимофея 416 вникает в себя и в учение занимайтесь им постоянно спаси христос вы можете с этим человеком познакомиться юрий соболев он преподаватель красноярского университета государственного государственной академии какой-то и преподает курсы при епархии метрополия видимо красноярский край он там познакомьтесь с ним и вот он все время все исследует смотрит и вот такие отзывы некоторые говорят он главный обольститель ваш там да почему главное главное то обольститель не этот вы который нападаете обольстители людей а он он сказал как видится владислав марущак он многое это ищет и выставляет мне благодарю владислав бывший из протестантов православной из интервью кавычки открывается пётр мещеринов а кто такой пётр мещеринов и гумен данилова монастыря в москве он как председатель там по молодежным делам был сейчас я точно не знаю ну факт тос церковь никогда не ставила под сомнение что паломничество очень полезно с духовной точки зрения для верующего человека то есть церковь так понимала что полезно вот собрать все и идти с иконами с хоруглами нащевать степи то же самое можно сказать и про стояние к мощам кавычки закрыты он откуда-то взял видимо а вот стол вселенской церкви святитель григорий низкий это брат василия великого ставит под сомнение пользу паломничество понятно вот мне он зачем говорит он говорит вот то что вы игнатий говорите игнатий техныш столько везде но я всегда говорю не нужны эти паломничество никакие хаджи эти совершают в мягкую медину ничего не не дают идти надо на благовестие а не куча собраться идти шататься там по лесополосу загаживать да еще какие дела творят там где господь призывает благословенных к наследию царства небес на кавычки открыты были вот путешествие в иерусалим в скобках то есть паломничество пётр мещеринов он не поставил в числе добрых дел там где он возвещает блаженство не внес число их усердия к сему имеющий же ум пусть размыслит зачем стараться делать то что не делает ни блаженным ни к царству небесному близким григорий низкий пишет хотя бы и было это дело полезно но и в таком случае совершенно мне так хорошо о нем ревновать но поелику это дело по тщательном рассмотрении оказывается приносящим и вред душевной тем что избрал кто избрал строгую жизнь то оно должно быть предметом не особой ревности на величайшей осторожности чтобы решившийся жить по богу не испытал какого-либо вреда что все вредного благочестивый образ жизни обязателен для всех но как можно пройти бесстрастно места где действуют страсти да и что большего получит тот кто побывает в этих местах как будто господь доселе телесно обитает в них куда идут к местам иконы щедотворно а от нас удалился или как будто дух святой обилует между иерусалимлянами а к нам не может прийти посему боящиеся господа хвалите его в тех местах которых находитесь мне сколько раз уже предлагали приезжали с греции с иерусалима и мы вам все оплатим ну поезжайте хоть раз но иерусалим мне приезжали в лагерь прямо оттуда люди ну то есть знает им очень хочется меня еще сделать ближе к богу я говорю никогда зачем я представлен аэродромах там где-то в аэропортах я путаюсь опасность какая там взрывы и приехал и что дальше то что я не могу в сторону шага шагнуть у меня есть там знакомая бы нашел в иерусалиме никуда потому что паломническая группа вот мы ездили когда на благовестие мы там заезжали к своим отдыхали там купались где хотели дорогой 100 остановку делали где ягоды собирали я говорю о том что было с нами когда паломническая группа никуда не шагу а куда деньги заплачены автобус везет остановился показал дека открыток полон дом на сегодня только включу и и все увижу и как там дерутся греки с армянами там прям при храме гроба господне все это показано прокомментировано и на этих лезут люди туда там воровство ужасное говорит сумочку тебя вырвут сразу и кто это говорил вам зоя крахмальникова она видно полуеврейка была ее как там при выезде и отдельно отделили долго держали зачем держали это она все сама рассказывала мне у нее в доме и все это я записывал на магитофон вот но перемест перемена места то не приближает к нам бога но где бы ты ни был господь придет к тебе если обитель души твоей окажется такой чтобы господь мог вселиться в тебя и ходить левитом 26 12 а если внутренний твой человек полон лукавых помыслов то хотя бы ты был на голгофе хотя бы на масличной горе хотя бы под памятником воскресения ты только столько далек от принятия христа в себя сколько и те которые не исповедовали и начала веры это все григорий низкий говорит это все скрывает от людей то вот это прочитали бы перед началом этого хажа а то епископ проповедует там говорит благословляет толканул их и они идут тут писали говорит нас так много было это такое необычное зрелище летел вертолет нас облетел со всех сторон и вдруг вертолет стал садиться оттуда выбежали люди бегут нам на встречу и спрашивать что случилось то есть они не видали никогда вертолет сел да ничего нету мы едем поклоняться карабельниковской иконе божией матери вот тут все у нас отключилась это вообще все это удивительное дело я даже закончить то сейчас не смогу такого как будто никогда и не было о как сатана лютует вырвал с корнем но интересно я выключать не буду буду беседовать сейчас но постараюсь подключить что это означает электричество не так или что посмотрим сейчас послушаться или не получится вот как я не я верю что они случайно это все вот такое чтобы во время когда говоришь его так прервала у меня было такое когда насчитывал жития святых я стою перед окном одно окно в барачином типа строение двенадцать восемь десятых квадратных метров и вдруг грохот в окно вот грохот еще я остановил считать а потом почитал маленько ну кто-то пришел приехал к нам ночь окно одно и тогда помолились мы с надеждой васильевны давай выйдем помолились может кто приехал замерзает к бы летом не открыл вышел перед окном сугроб и вокруг сколько глаз хватает ни одного следа нету нету а кто колотил ничего не понятно-то кто колотил считай исаакия пещерского житие то увидишь кто колотил вот так и здесь вот работаем здесь и кто-то заткнул все вот как она включается все придет или не придет кто там находится подключить не подключат вот как это все у нас ну ты видишь как и вражина вражина все это так теперь надо мне зайти в интернет будет не будет допуск сейчас постепенно будем заходить вот этой хаджи ими никогда не притягивала никогда ни одного шага не ходил с ними а зачем вопрос зачем ответа какой я веры больше получу нет там слово божие да мы лучше соберемся вместе-то исследовать слово божие считаем благодарим бога у меня тоже все не включается тут сейчас мы посмотрим не может никак протянуть и меня не тянуло никогда на это я понимал что это обман людей толканули пошли а теперь забота о них никакой не добывая священники впереди их идут еще хоругви несут категорически против ну против сам себя отменить их я не могу и вот григорий низкий пишет и вот эти слова то григория низкого святой если бы просчитали перед хаджем перед этим перед паломнической группой то то и известно еще как бы было что у них вот так все это ничего не допускает вот удивительное дело я верю что это лукавый все делает видно что электричество есть а подключиться не дает не дает и все не удается написано не удается получить доступ к сайту я вообще пальцем еще не задеваю и тут написано что попробуйте сделать настройки а тут ничего нигде нету что сделать настройки то еще и не сделаешь вот так если бы была возможность то наверно можно было я пытаюсь войти включаю нет ничего нету мертва зона вот я не хочу именно увязывать с этим что враг то действует но тоже интересно ни разу еще не было за все время вот пятьсот двадцать шесть событий дня ну и никогда не было вот так а то даже кнопок нету все нажать она их не включает вот она включила не удастся получить не удается получить ничего и нету и не подключишь вот может по-другому надо заново все выключать тоже неизвестно вот и нету вообще нету как будто бы мы безвоздушное пространство какое-то попались я пытаюсь войти включаю и бесполезное дело она не тянет электричество есть благословен господь вот который нам дает это слышать так из-за чего то что считаем григория низкого ну кому-то это помешало а почему потому что давайте так рассудим вот на этом деле задействованы два не три человека говорят сколько тысяч у них участвовало сколько дней они шли а вот как это все ставит григорь низкий под сомнение да и вред какой-то приносит это евангелие люди не знают идут у меня никогда туда тяги не было никогда а вот больной батюшка попал тату с тянет туда прямо тянет и нас не допускает а мы колотимся вчера побыли у нас развернули назад и в краевой больнице он лежит там я не знаю гематома там у него биты играть били обиды то они там это страшно не горит железная но из дерева из такого наверно сделано вот так фамилия не знаю диониси председатель миссионерского отдела как вроде бы назывался может быть от этого его бог освобождает от миссионерского то этого ложного дела ему это лишь бы смерти не было там может и вывод какой-то сделать его снимут после этого с этой господь его любит у нас были хорошие отношения он с архиереем потеряевку приезжал служил вот это уж я что могу сказать только дальше то мне надо считать а как считать то она только в интернет на версии вот говорят я книги начало читать книжка сейчас все в прошлом вот прошлом вот все кончилось ничего не так не кота на полочке а я сейчас я взял положил машину поехал приехал туда расположились где-то мы и считай всей семьей читай сегодня вот видишь никак нету но то нора надо заново выключить или что не знаю даже я теперь включаю свечей будет выключена потом включена даже не знаю как правильно сделать завершение работы она даже завершить то не может это тоже счета есть в этом а сколько людей задействовано которые ездят по этим по местам которые называют святые места а чем они святые как они святые сейчас мы посмотрим сумею нет я подключить я специально не выключаю потому что тут у меня идет своя запись не меняюсь вот она где идет запись потом будет видно и он говорит об этом и ты где это там четвертый век то есть уже это все просветало а чем проще идеи все иди а мы дорогой шли молились чё там говорит молились где-то молились ночевали дождь был а нам укрыться было деньги то есть мог ли они это в подвиг считается у меня интересно тут приезжал один журналист это такой важный человек могу даже назвать макаров сергей сергеевич 10 лет комсомольская правда работал потом версты и приехал и мы уже он приезжал не один раз сюда специально статьи писал вот у меня книга для слова божия нет уз и в конце там его настоящий журналист талантливый дотошный и в тюрьму проник здесь и где были руководители он до всех достиг везде но разговоры нормальная хорошие разговоры были с ним но вот он показывается ходил в крестный ход ходил в этот я же разговариваю с ними это он уже учит и защищает все это дело вот это да и как они были там я говорю что ты получил там он еще не может это сказать польза то какая но вот как были как тяжело было как там питались и скажи как он будто бы кто проехался по нем я говорю с тобой сергей сергеевич ты же прошлом году мог разговаривать все а здесь прямо снобизм такой появился повторяю хороший человек ничего не имеем кроме благодарности к нему но он побывал там какой-то высокорецкий ли какой ход и вот это уже очень заметно что он уже ну я назову своим именем как называю порщенный люди которые ходили уже они не могут дождаться не могу дождаться когда лето будет и в крестный ход а живет она сама вся ну просто изрезанное и платье у нее в дребезги изрезанное сережках и накрашенная в крестный ход мы пойдем с сыном пойдем и сын у нее и чего просишь а кто еще просил стали братья интервью а просят женихов он просит невесту и вот он нашел ее теперь они живут ну вот два мирских человека сошлись дальше ничего и нету вот обратно я все включил и так и не включается но раз не включается придется и мне выключать христос воскрес на слава богу все хорошо у меня все сварено в недостаток нет у меня все полно в кастрюле целая нет не надо пожалуйста я прошу не надо у меня все есть то я могу отойти он будет стоять у дверей с богом давай вот отбоя нет обо мне заботиться старшая сестра и вот чтобы прислать чтобы покормить и я-то один живу здесь а я наварил кастрюлю я варить умею хорошо воды наливаю картошки начистила картошку часто даже так только помощу и считай что полумытая ну а дальше еще туда если какая-то сырая рыба есть голову кто-то принесет туда бросил потом туда еще тут нашел на полке бывает манная каша там или гречка еще что-то найду туда все вербишель рожки все у меня никак не получается суп то а каша получается из кастрюли лезет туда капусты нашел капусты натолкал кислой вот соли туда посолил и стою рядом мешаю пену снимаю отлично никогда не болею и вкусно с нитки как серафим саровский говорил и нисколько не тратил а если что картошка не домой то то все же кипит же все перекипело а то мы только придумали ну а когда едим то печеную картошку на костре то там и руки у нас все она же картошка то вся как горелая печеная мы там когда печем золо завалим а потом сверху свежей крапивой заваливаем под одеялом она ой вкусная хорошая я просто говорю и я трачу время на изготовление пищи намного меньше чем ну которые готовят все в холодильник сунул и дальше бери ну все так вообще в интернет нет доступа скажут у вас не оплачено у меня оплачено бывает на несколько лет вперед такие там спонсоры как называют благодетели ну нету нету и не допускает и чтобы вот так не было не допускала совсем не допускала не было ни разу за все время и главное свет есть и все есть и доступа нету нету вот крутит на одном месте стоит и все а что это означает ну я отношу к тому о чем говорили кто это делает кто это мешает вырублено намертво не удается получить доступ так превышено время ожидания ответа от сайта youtube тут все такое вообще вот нас нету я должен только что выключить сейчас я выключаю на этом все прошу прощения если кого-то обнадежил зря но это что-то мы не досчитали это мы можем досчитать сегодня даже так или завтра теперь я все выключаю теперь пускаю заново так что у нас тут перезагрузка дать перезагрузку нет не возьмет ничего у нас дальше нету перезагрузка попробовать то можно удалить эти файлы перезагрузку дам посмотрим еще получится может быть нету никак в область зарегистрирования документов закрыть программу 2 закрыть скайпу позволяет видос программа не позволяет видос перезагрузить ожидания скайп закрыть как его закрыть удалить эти файлы нужные файлы сохранены ну нажимаю вот тут чего она не дает закрывать закрыть скайпа как его закрою я даже не знаю как его закрывать вот тут теперь опять завершение работ перезагрузка даст или не даст что-то мне неохота уходить бросать в завершение работы вообще доступа нету чем связано с моим компьютером но главное не раньше не позже вот начнем я когда сидел в тюрьме и в это время там работники везде динамики чтобы работали в каждой камере они суетились ставили что не знаю но выступление горбачева там о перестройке будет говорить важное восемьдесят шестой год вот он будет говорить а я стал на молитву и стал считать псалтырь и думаю как только он первое слово раздастся звук я посмотрю ну как бы какой стих в это время я считаю кажется тридцать третий псалом считал и и там говорит вы говорите но ничто не сбудется вот такая мысль до того удивительно до того я сразу это принял за основание что что они говорят перестройка ничего у них не получится перестраивать нечего развалины лежат вот в тюрьме даже и там можно работать ну и стали беседовать там сидели со мной важные люди преподаватель космонавтов лозин анатолий максимович ну вот так сейчас я попробую еще раз на чем закончили на закончили на григорий низком о паломнических как назвать путешествиях или как я их называю хач мусульманский он ничем не отличается точно так же эти идут в одно место но идут то куда хары если бы сказали они идут а то границу надо облететь с иконой ну совсем не тем занимается то вот исключается а доступа нету к интернету вообще нету но может после будет я попытался и выключать и переключать и нигде ничего нету нету во что-то запикало ох только хотел выключить еще крутится во это вообще но все равно нету и как не появляется еще нету почему нету тогда попробуем еще разок вот так может прорвется где-то если вы внизу появились о самом низу ну там данные где я знаю что переключать а вообще ничего нету не дается получить вот и все не удается получить не удается получить нигде канал все закрыто и поэтому книги нужны вот электричество отключат и ничего и нету ничего не сможешь сделать а что ты сделаешь так еще вот так все выключаю